всем привет всем привет всем привет всем привет не знаю запустился стрим или у нас как обычно и так кто-нибудь заходите вот туда пишите так кто-то чет начинает писать как всегда забыл выключить телефон и здесь вайбер и цапы тоже выключаем чик чик так вижу меня вроде бы видно люди приходят случилось чудо они даже слышно всем привет всем привет всем привет уже девять часов а вот без одной минуты правда но думаю сейчас все подберутся по типу значит всем привет все сразу вчера как я говорил был в театре вот поэтому вчера стрим провести не получилось сегодня проводим стрим а остальное время стрелы будем проводить по средам в 9 вечера 21 00 как и планировалось но есть какие-то нюансы или так далее то в общем то будут писать на канале есть у нас такая чудная закладка а под названием под названием как она у нас называется она у нас называется сообщество вот сейчас на ю тубе творятся чудные интересные дела какие-то у них там в америке непонятки творятся поэтому нам сказали разделить каналы между детскими и взрослыми я наш отнес к взрослому понятное дело потому что я считаю что канал нифига не детский и сегодня мы будем говорить чего надо начинать диагностику вот понятное дело значит мы будем говорить если быть более точным и более правильным о здоровом питании нет ни о том чем мы питаемся на кухне а питание блоков вот будем рассказывать про эту тему чего начинать а сначала сделаю несколько поправок а почему я решил начать все таки с этой темы со здорового питания а вот по причине того что зачастую получается люди привет заур тоже а вот значит и александр тоже привет всем привет с кем еще не поздоровался мистер технологист вадим юра махди привет вадим алена вадим мистер вот ну короче всем привет с кем еще не поздоровался кто новый придет тоже всем привет а вот почему я решил затронуть сегодня эту тему в общем то да кстати по стриму у нас то еще не так часто происходит вот там вот слева наверное туда показываю пальцем вот привет denis значит пишите если какие-то возникают вопросы буду стараться сразу них отвечать в том что делаю стрим а те кто будет смотреть записи внизу под видосиком это делаете и что в следующий стрим не пропускать не забывайте нажать на колокольчик тогда будете получать защищение о них своевременно также не забывайте подписан наш канал не это я не прощаюсь я просто веду стрим рассказываю что будем делать и так а почему я решил все-таки поднять эту тему привет рахман а вот потому что зачастую бывают ситуации люди говорят вот типа надо отрубить иммобилайзер присылают блок смотришь блок вроде с ним все классно все нормально одно отрубаешь люди попросили по факту оказывается машина все равно не заводится начинаешь смотреть чем дело а на мозги не приходит питание собственно такая же картина происходит также когда в общем-то присылают блок в ремонт на столе его включаешь все классно работает человеку звонит но пишешь там не знаю сообщаешь пришлось блок нормально рабочих чем дело зачем его ремонтировать поставим говорит так он на связь нифига не выходит привет алексей а вот поэтому я решил что он неисправен в первую очередь надо заниматься проверкой питания и так приходит ли у нас питание на блок значит расскажу несколько моментов я думаю тем кто давно в этом бизнесе крутится в автоэлектрике может быть тема будет не интересно но надеюсь хоть какие-то полезные моменты может быть и вы в этом почерпаете ну а также надеюсь это будет в общем то интересно всем остальным и так значит начнем что у нас по сути себя представляет схема да и столики это нюансы а сразу говорить кстати прикол от на доске окажутся прошлый раз на целлофане рисовал еще свой целлофана был нарисован надеюсь всем отлично видно вот что у нас по сути себя представляет схема я буду рисовать немножко в этом тоже задавать вопросы так значит у нас как обычно есть чик чик ну возьмем просто банально схему грубо говоря у нас есть 50 какие бывают помечены сразу сигналы то есть может быть 30 до сигнал то есть он на схемах принято как 30 наверно крупнее надо рисовать я тут на доске еще нифига подготовленный перед экраном это все делать так что уж не обессудьте сейчас под натянемся в этом плане он даже стирается нормально что у нас получается то есть может быть 30 клемма может быть 15 называется может быть 50 15 это у нас приходит то есть грубо говоря и масса понятное дело масса у нас может быть просто так нарисован может быть еще дорисованы вот такие вот штучки снизу то есть это вот минус масса по сути я начну немножко издалека чтобы было всем понятно а потом уже перейдем в более глубокая да кстати что это один но она уже немножко пореже встречается а также у нас может быть 30 может быть 15 и может быть 50 61 пока трогать не будем потому что это немножко позже так а у вас нормально или зеркально получается вот кстати напишите привет юра из литвы по моему зеркально или нормального считается или наоборот у вас смотрится нормально то есть цифра не наоборот да все отлично значит смотрите что у нас получается 30 это у нас постоянный плюс здесь есть то есть он есть всегда и когда клемма включена и когда выключена да все абсолютно верно 15 у нас появляется плюс грубо говоря помечу выключатель чтобы было понятно это когда мы включаем зажигание то есть мы включили зажигание появляться должен плюс вот здесь вот ну и 50 нарисуем там не знаю стартер моторчик чик вот 50 это у нас когда появляется здесь плюс когда мы поворачиваем замок на 50 вот то у нас получается появляется здесь плюс ты немножко издалека зашел что было больше понятно всем а вот так же сделаю сразу поправку чтобы было понятно у нас есть такая вещь как предохранитель нарисуем такой рисовать и честно сказать особо не умею такая штучка вот внешне что-то вроде этого а значит расскажу теперь вернусь немножко сам в экран значит самая частая проблема вот начнем наверное с предохранителей как с довольно важного элемента в схеме питания что у нас происходит с предохранителем когда человеку говоришь допустим ну вот у нас например на какой-то блок не приходит питание ему говоришь было бы хорошо чтобы ты прозвонил предохранители что делает человек он начинает их прозванивать правильно как он начинает прозванивать это самая частая общем то ошибка является но большинство начинающих автоэлектриков предохранитель у нас стоит в машине так он давайте просто когда вернемся зарисую банальную коем схемку то есть вот у нас есть аккумулятор например плюс-минус от него у нас пошло сюда здесь у нас стоит предохранитель вот это чудный да здесь у нас допустим есть лампочка в цепи этого предохранителя и от этой лампочки у нас возвращается обратно провод сюда минусу так нарисую здесь у нас минус чтобы было понятно здесь у нас плюс сверху что у нас получает человеку говоришь прозвони предохранитель ну допустим лампочка не светится правильно известно что аккумулятор у нас заряжен батарейка человек меряет сначала тестером здесь на аккумуляторе говорит все в порядке ему говоришь прозвони предохранитель целый он или нет что делает человек в первую очередь он не вынимая предохранитель не вынимая предохранитель начинает его звонить прямо в схеме в самой здесь вот о чем это говорит если он звонит его в этой схеме он всегда будет целый почему потому что у нас получается меряется цепочка вот это вот вот это вот цепочка у нас мерить то есть даже если он предохранитель дохлый меряем здесь тестером если вот особенно с этой пищалкой они на сопротивление сопротивление понятное дело у нас будет вот здесь вот теряться и длина проводов и так далее и на аккумулятор будет ругаться а если меряем обычной пищалкой то что замыкаем она там звук издает пистом или что-то такое у нас даже при дохлом этом предохранители получается будут звонится вот эта цепочка и она будет писать что схема в порядке вот поэтому бывает зачастую что человек вот здесь вот меряет напряжение на аккумуляторе она есть порядке все как положено меряет на лампочки его здесь нет но предохранитель он говорит целый в порядке я потому что он прозвонил на самом деле не предохранитель не вынув его со схемы а прозвонил вот эту всю цепочку. И поэтому он уверен, что это предохранитель целый, и в этом же убеждает меня. Что у нас остается? Предохранитель целый, лампочка целая, проверена отдельно на аккумуляторе, а аккумулятор сам цел. Значит, остается проблема в проводке. Человек получается, по сути, начинает лезть и вызванивать, где же у него обрыв. Обрыв, на самом деле, вот здесь, предохранитель, которым, на самом деле, неверно проект померил. Отсюда сделаем просто банальный до ужаса вывод. Предохранители все всегда необходимо проверять, вынимая, обязательно вынув его со схемы. Не на схеме, когда он стоит, а именно сняв его и позвонив. Потому что бывает, расскажу тоже довольно интересную, забавную историю. Попадался мне как-то один мерседесик был. Все, магнитола работает, классно работает. Потом хлопысь ни с того ни с сего пропадает. Извините, я не со всеми сразу здороваюсь, потому что рассказываю небольшую историю. Значит, смотрите, какая картина какая. Магнитола работает. Потом хлоп, перестала работать. Меряешь на ней напряжение. Вот, кстати, к этому моменту мы тоже вернемся. Напряжение тестером есть. Все классно. Подключаешь магнитолу, она, облом, не работает. Что получилось на самом деле? Предохранитель на этом мерседесе, на этом магнитолу, такое может быть не только из-за того, что стоял в багажнике. Это говорило о чем? Там попадала какая-то влага определенная, и получается, визуально на него смотришь, он вообще огонь. Ну, классно, целый смотрится. А когда тестером начинаешь звонить, там микро-микро трещинка такая была. В общем-то, пищалкой оно тоже нормально показывало. Вот. По сути, дохленький был предохранитель. Опять же, теперь вернемся немножко к предохранителям. Как надо дальше мерить? Ну, допустим, проверили предохранитель. Бывают иногда такие нюансы, что вынуть предохранитель со схемы имеется какая-то, ну, некоторая проблема. Всякое бывает. Допустим, так, ладно, я сотру то, что он у нас был тут перечеркнутый. Представим, что он у нас живой. Вот так вот он у нас такой стоит. Красавец, тут предохранитель. Вот. F помечу на нем, чтобы было понятно. F. О, вот так крупно, если далеко видно. Значит, смотрите, какая картина. Обычно в предохранителях у нас здесь есть два таких окошка. Ну, отверстия зачастую бывают. Это, конечно, бывает не всегда, особенно в последнее время. В некоторых китайских этого чуда нету. Бывают также предохранители, которые закрыты крышечкой, туда не добраться. Ну, возьмем банальный вопрос. Старыми классическими. Тут как бы окошки из оголены немножко контакты. Очень хорошо помогает тестерам, значит, одним контактом. Значит, вот этот тестер у нас такой, вольтметр. Дотрагиваемся до минуса. А вторым сначала проверяем, приходит ли у нас плюс на сам предохранитель вот в этот участок цепи. А потом проверяем уже вот здесь вот на выходе. То есть остается ли здесь напряжение. Потому что бывает такое, что здесь перегорает, а сам предохранитель когда? Здесь уже нет. Но, опять же, не стоит поддаваться на провокацию. Лучше, конечно, его достать. Почему? У нас может быть здесь лампочка стоять, у нас здесь может быть какие-то еще дополнительные элементы стоять в этой цепи, через которые сюда будет приходить. То есть, грубо говоря, обратные токи так называемые. Поэтому может здесь быть, грубо говоря, если берем уже автомобиль, здесь, допустим, 12 вольт, а здесь, например, там каких-нибудь 9, 7, ну, то есть все что угодно. Может быть, даже 12 приходить. А почему? Почему? Так не стоит проверять, потому что я говорю, что это могут быть какие-то обратные токи. И теперь мы подошли как раз к тому самому нюансу про тот злобный Мерседес с той злобной магнитолой, с которой я начал. Вот, правильно, Дмитрий. Правильно, Дмитрий сказал. Надо проверять под нагрузкой. К этому я как раз и подошел только что. Значит, картина какая? Оптимально берем контрольку, только не лампочку обычную светодиодную, потому что у нее на самом деле нет никакой нагрузки. Она будет абсолютно так. Я сейчас, извините, прочитаю. Так, что там писали? Может, какой-то вопрос. У меня один клиент сам поставил на свою машину блок-предохранитель. Все по 30 ампер. Вся проводка сгорела. Правильно, потому что, в общем-то, каждый предохранитель выполняет свою какую-то роль. Почему-то они маленькие стоят, ну, в общем-то, чтобы защитить цепи. Что у нас получается? Это у нас получается банальная физика. А школьная электрофизика, это я уже сотру, потому что, в общем-то, это уже нам схема стала не сильно актуальна. Вот. Прикиньте, я в прошлый раз на целлофане рисовал. Я не мог понять, чего у меня тряпка нифига не стирается. Думал, что это не то дело. Смотрите, ну, то есть, что у нас получается обычное. Берем, значит, сила тока, умножаем на напряжение. И что мы имеем? Правильно, ваты. То есть, сила тока, умноженная на напряжение, дают ваты. То есть, грубо говоря, амперы – это вот как раз то самое, что у нас написано на предохранители. То есть, пятерка, десятка, там, семь с половиной и так далее. А вольты у нас в данном случае это 12 вольт. Ну, то есть, в автомобиле, которая у нас есть, там, 14, допустим, когда она работает, 24 грузовой и так далее. Ну, и, соответственно, нагрузочка. Что у нас выжирает дальше схема? Соответственно, если у нас тонкие провода какие-то висят и какие-то нетяжелые элементы, то, само собой, само собой у нас получается, что завешивать чем-то, ну, мощным предохранителем абсолютно это не стоит, потому что проводка окажется более легкоплавкая, намного легче будет плавиться, чем сам предохранитель. Предохранители именно для этого и стоят. То есть, где молоточные какие-то или более слабые токи гуляют, то вот именно, да, про нагрузку. Сейчас как раз про нагрузку и буду говорить. То есть, как я купил, кстати, свой первый, тот Ниссан. Купил я его очень-очень удобно. Расскажу эту историю. Приезжала толпа мегаэлектриков, которые диагност к этому продавцу до меня и проверяли все токи, все напряжения, есть все красиво на машине, точнее напряжение, правильно будет сказать про это. А машина все равно не запускалась. В чем оказалось все дело? Все дело оказалось в чем? У нас получается, сам провод шел, изолента снаружи целая, внутрь провода, так как это был все-таки внедорожник, его говны всякие загоняли. Внутри самого провода, вот именно сама, вот где проводка идет, она перегнила. Получается, мы меряем, сопротивление есть, отлично. Меряем напряжение, все отлично приходит. Вот именно для этого надо мерить под нагрузкой. Берем лампочку, само собой, не 80-ку там, 120-ку, потому что, в общем-то, 180-2, 20-с, 100-ватт лампочку, 80-ку даже взять, разделить на 12 вольт, который у нас. А, помедленнее, я понял, да. Хочется просто побольше информации, вот, и поэтому немножко спешу. Прошу прощения. Вот, значит, что у нас получается по сути тогда. Peugeot, датчики давления топлива, что делать, где копать, не заводится, только с буксира. До этого всего еще зайдем, зайдем до этого всего. Пока пройдемся все-таки по сегодняшнему материалу. Кстати, если не возражаете, можете немножко там находить что-то полезное. Там вот донаты есть, можете чем-то поделиться. Так, продолжим, значит, нашу картину. Поэтому, в общем-то, брать лампочку, которая, допустим, на 80 ватт или так далее, абсолютно бесполезна. Почему? Значит, 80 ватт, грубо говоря, разделим на 12 вольт, который у нас в машине присутствует, и что мы имеем? 80 разделим на 12. У нас получается, о, господи, что-то у меня с математикой туго стало. 7 ампер. Ну, в общем-то, что-то вроде того, нет, 8. Ну, да, где-то около того. Вот, поэтому, в общем-то, большую не стоит брать, потому что у нас получается, кроме самой, самого элемента, который висит дальше в цепочке, этот предохранитель должен будет выдержать, который стоит в этой цепи, также и нашу лампочку, которую мы используем для контроля. Поэтому самый оптимальный вариант брать лампочку, допустим, габариты какую-нибудь, либо, может быть, ну, если совсем уже голяк, то ближний свет, 30-очку, 25-очку, больше однозначно брать не стоит, потому что, я повторюсь еще раз, у нас получается, мы перегружаем тогда и предохранитель этот, и цепочку, которая стоит у нас в этой связке с этим элементом. Опять же, значит, как мы проверили все-таки вот этого предохранителя, про который я говорил в Мерседесе. Значит, вот у нас этот предохранитель, да, стоит, F, нарисуем на нем букву, вот это окошко и вот это окошко. В общем-то, вот наш батарейка, плюс-минус, она, грубо говоря, на него приходила в цепочку и минус. То есть мы брали тестер сюда, ну, лампочку, точнее говоря, контрольку, и сначала дотронулись сюда, она светилась нормально. Потом дотронулись вот сюда, до второго контакта, и она у нас погасла. Хотя в то же время этот предохранитель у нас тестером звонился, как будто бы он целый. А вот именно через лампочку он работать вот так вот отказался. Точно такая же картина была у меня, когда и проверял вот эту проводку на первой машинке. В общем-то, взял лампочку эту чудную, смотрел, значит, через лампочку уже смотрел, какие у нас приходят именно сюда под нагрузочкой. Опять же, немаловажно, значит, смотрите, расскажу интересный момент, значит, получается, картина какая. Через лампочку, через лампочку, ну, увидеть просто глазами, насколько она ярко светит, тускло, тоже не совсем хорошо. Поэтому, в общем-то, параллельно с лампочкой, параллельно с лампочкой, очень хорошо все-таки использовать еще, подвешивать вольтметр. Если, конечно, взгляд, глазами очень хорошо и привыкли, знаете, какая она 12 вольт, какая она 7, но, опять же, уловить момент вот этой просадочки между 12 вольт и, допустим, там 11-9 вольт, когда чуть-чуть совершенно теряется, мне кажется, не любой человек сможет. в общем-то, именно с нагрузочкой хорошо, чтобы параллельно был у нас подключен вольтметр. Вот, поэтому, мне кажется, вот этот момент очень сильно поможет. Опять же, вернемся, значит, к нашим машинкам. Значит, это я стираю, надеюсь, это всем понятно. Если кто-то что-то чуть-чуть недопонял, как я уже говорил, пишите сбоку здесь, а кто смотрит записи, внизу. Значит, смотрите дальше. Лампочка, сколько ватт? Вот, это я уже говорил. А оптимально использовать, значит, наверное, габариты лампочку, ну, либо, может быть, ближний свет. Там какая-нибудь пятнашка, двадцатка, обычно этого выше крыши, потому что это, в общем-то, уже даже если брать ту же пятнашку, например, лампочка, это у нас получается уже один ампер будет идти. То есть, ну, ваты делим на напряжение, имеем сколько ампер. Вот такая вот картинка. Поэтому 15, там, каких-нибудь 25 бат лампочки будет вполне достаточно, чтобы не перезагружать, как я говорю, не перегружать, а нагрузкой дальше всю схему. Вот такая вот картина. Теперь продолжим, значит, про питание. Значит, что у нас, знаете, наверное, расскажу уже тогда, довольно частая проблема бывает с французами, старые Peugeot, Citroen, у нас там есть такая волшебная вещь, как сдвоенная релюха. То есть релюха, если на нее смотреть снизу, тут получается раз ряд контактов, и под ним еще ряд контактов. Мы вот, если смотрим, чуть-чуть не упало, вот, смотрим на разъем снизу, а сверху она у нас такая, чик-чик-чик, и вот такая. Это если спереди на нее, смотрите, вот сюда типа контактики будут выходить снизу, разъем одевается. Это сдвоенная релюха. В них самая частая проблема, я расскажу вам. Это не про пай. Точнее, потому что релюха постоянно хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, бегает, открывается, закрывается, а у нас получается картина, что выбивает вот эту пайку, и она немножко поднимается, получается. То есть если ее разобрать, расскажу сразу. Может быть, может быть, даже глазами не увидите с непривычки сначала вот этого момента. Очень хорошо в этих случаях помогает линза с собой носить лампочку. Но я привык, когда солнце, например, очень удобно, смотрим на... То есть вот смотрите, грубо говоря, вот дорожка наша, контактная площадка, это уже в самой, туда дальше дорожка пошла по плате какая-нибудь, ну, вверх там, не знаю, куда-то еще. Вот здесь у нас посередине выходит сам контакт. Вот это релюхи, которая запнулся, один из контактов, допустим, запаянный внутри. И вот если посмотреть под переломом, видно, здесь будет вот такой вот, ну, как микротрещинка такая будет идти. Очень сильно она не видна, и даже невооруженным глазом ее заметить невозможно. И бывает она вот, ну, бывает по целому кругу идет, бывает только часть круга занимает, то есть получается, вот посередине у нас сам контакт получается, выступает от запаянного элемента. И вот здесь вот получается как микротрещинка такая. Очень сильно, я говорю, хорошо видно под увеличилкой с непривычки, и обязательно, чтобы была подсветка. Вот. Так, в принципе, это можно увидеть на свет, когда яркое солнце, яркое солнце светит, можно увидеть на, именно как отражение, там видно, вот она вся, эта пляжка от припоя блестит как бы, и вот такая видно, как полосочка прямо проходит. Бывает такое, даже контакт, если я говорю тестерам, вот ее звонить, оно звонится вот так, огонь, все четко, а под нагрузкой уже не будет отрабатывать. Зачастую помогает пропаять, но скажу сразу, по практике, либо используйте очень хороший флюс, который нормально прогревает, и не используйте обычную паяльную станцию. Она нормально не прогреет этот контакт, она нормально не схватит. То есть для этого надо уже использовать старые, добрые, классные советские паяльники. Вот там, ну, большие дуры эти такие, которые были там, ну, такие вот где-то. Короче, старые советские, непаяльная станция для микропайки, которая предназначена. И вот этот момент зачастую бывает такое, что, значит, 105-е реле в этих, в Volkswagen, там, в Audi, которые стоят, тоже бывает. кстати, было на канале недавно у нас, как недавно, наверное, где-то с полгода видос, про то, как я очень долго упорно мучился с этим самым, с Audi, два с половиной мотор был, который и не мог понять, на столе мозги себя ведут адекватно, вот так вот, классно. А начинаешь ставить на машину и все, алис, то есть все, мозги пропадают, со связи вылетают, связи нету, непонятно что, то есть связь, то нет связи, оказалось, значит, смотрите, снял тоже блок управления, когда разобрал, я, по-моему, даже фотки там в видосе выкладывал в этом, можете поискать, я думаю, найдете. Там получается сам вот разъем, который, да, если смотреть, где он к плате припаян, в общем-то, по элементам питания как раз вот такие были треснувшие пятаки на нем, вот, это очень сильно помогает, да, кстати, Honda Accord, и по-моему в Хонде было в Сивке тоже в одной, более новой какой-то, кстати, недавно, где-то год назад с этой машинкой тоже столкнулся, он даже хозяин машинки где-то о благодарности писал, но это уже другая история, как бы это уже к делу не относится, вот, поэтому всегда, всегда проверяйте питание, всегда обязательно под нагрузкой, значит, смотрите, что немаловажный момент про мозги я уже сказал, все контакты, которые приходят на мозги, всегда проверяйте под нагрузкой, опять же, у нас бывает картина такая, то есть у нас, допустим, есть такая вещь, как майнер или, да, то есть вот мы рисуем его, чик, вот оно, грубо говоря, да, вот у нас есть катушка, чик-чик-чик-чик, и есть размыкающийся контакт, так, отсюда у нас пошло сюда, сюда, то есть здесь у нас, грубо говоря, пошло на плюс, который постоянный плюс, так, а вот этот контакт, который постоянный плюс, допустим, пошел на мозги, нарисуем их, надеюсь, видно, да, так видно вроде, E, C, U, грубо говоря, вот это мозги, так, что, у меня какие-то получились перечеркнутые, да, вот, пришло на мозги, а вот этот контакт у нас тоже пошел на мозги, а вот этот у нас пошел на зажигание, то есть на пятнадцатую клемму, так, стояночка, стираем, и пошел на пятнадцатую клемму, а этот у нас на тридцатую, грубо говоря, то есть мы, получается, даем сюда плюса, так, у нас катушка замыкается и срабатывает, приходит уже сюда на мозги пятнадцатая клемма, бывает такое, что вот эта пятнадцатая клемма у нас пошла сюда, на мозги, так, разрыв делаем, а уже мозги дают разрешение сюда, то есть на две разные клеммы, разрисую их вот так вот, а мозги уже дают разрешение на то, чтобы срабатывалось, то есть, допустим, такая картина у нас использовалась в тоже Ауди, два с половиной, один и девять, наверное, где-то годов двухтысячных, у нас такая чудная вещь была, как датчик уровня топлива, вообще наличие топлива в баке, и если у нас мозги, вот этот блок не видит то, что топливо в баке есть, оно у нас просто не включало вот это реле, поэтому, поэтому, смотрите, когда, если надо проверить вот здесь уже на выходе эти питания, то есть вот здесь вот, понимаете, да, между сработавшим реле, вот здесь вот, то у нас необходимо не просто мерить это реле, а сняв мозги, а вот сюда воткнув контакты, а необходимо, именно что блок управления двигателя был подключен, и смотреть, приходит ли сюда, и приходит ли на управление, дает ли у нас мозги сюда минус, разрешение на то, чтобы это реле срабатывало, и что у нас получается, мы включаем сюда зажигание, у нас приходит, то есть у нас есть на мозгах плюс, на мозгах есть минус, мы даем сюда дополнительный плюс, мозги видят, что иммобилайзер говорит, все четко, разрешаю, значит, мозги дают сюда на катушку минуса, И тогда у нас включается это реле, которое может также управлять и на свечи накала, и на, если это дизель, допустим, на насос подкачки и так далее. То есть, допустим, грубо говоря, пока мы не крутим стартер там, допустим, да, то вот датчик коленвала, например, будет, да, пока мозги не видят, что у нас крутится мотор. У нас вот тоже такое реле, только здесь будет у нас стоять, допустим, насос подкачки, да, у нас мозги не дадут этому насосу подкачки давать топливо, пока не увидят, что крутится датчик коленвала. Вот, значит, поэтому, в общем-то, это немаловажный фактор. В общем-то, если, повторюсь еще раз, надо проверить какой-то майн-реле и проверить, что с ним творится, дает ли оно питание дальше на блок управления двигателя, то обязательно, обязательно мозги должны быть в блок управления подключен. Либо если, оп, прикольно, получил доской по голове, вот, если блок управления у нас не подключен в это время, то тогда на управляющий минус, который мозги должны давать, надо дать своего минуса. Вот, значит, запомните, главный пункт, в общем-то, кстати, проца, там у нас вообще на проце обычно 5 вольт идет, понятное дело, под нагрузкой, да, проверять нельзя. Ну, а то, что, да, лампочки-то сунутся 12-вольтовые, это уже отдельная тема, мы пока говорим снаружи, перед тем, как лезть в мозги. Поэтому, в общем-то, запомните, один из самых главных пунктов – это проверять именно под нагрузкой, под нагрузкой. Все напряжения всегда проверяем под нагрузкой. Все, значит, предохранители, чтобы проверять правильно, вынимаем, вынимаем и проверяем, когда они вынуты. Не на схеме, как я говорил, помните, да, вначале, то, что будет звониться сама схема, проверять, что вот она целая у нас, что дело у нас в схеме. А мы проверим именно связку по цепи схемы, а не по самому предохранителю. Вот, пока задавайте еще какие-то вопросы, я прочитаю, что уже там спрашивали. Да, Денис, 5 ватт, лампочка тоже неплохо, тоже, кстати, неплохо мерить нагрузку. Ну, 40-60 ватт, наверное, все-таки многовато, потому что, в общем-то, я же говорю, что тогда получается у нас на сам предохранитель и дальше на всю схему, на саму цепочку у нас будет идти немножко больше нагрузки, чем положено, в общем-то. И в лучшем случае у нас не выдержит предохранитель, а в худшем у нас тупо сдохнет, просто может воспламенить сама схема. Если предохранитель говно, китайский, или там бывший, кто лазил, поставил, в общем-то, неправильный предохранитель больше, чем надо. Так, мастерская вольт-авт, тоже привет, не поздоровался я сразу. Так, вопроса, да, по нагрузочке не проверяем. Денис, правильно сказал, так, помоги, пожалуйста, по Пежо. Вы по теме вопросы задавайте там, а я пока прочитаю, что там еще не знаю, что делать. Пежо ошибка П-001, сколько вольт должно приходить на датчик давления топлива. Так, все зависит от того, какая машинка, потому что если питание у нас идет с мозгов, то у нас опорное напряжение там зачастую 5 вольт. Если у нас питание идет сверху, Павел, привет, Новгороду. Так, мистер Оскар, тоже привет. Вот, поэтому, в общем-то, смотрим, если питание идет с мозгов, то зачастую у нас будет 5 вольт опорное напряжение. Если у нас питание идет сверху, а мозги, допустим, принимают уже сигнал, что у нас, или управляющий дают минус, то, соответственно, ну, 12 вольт, ну, это уже, опять же, надо смотреть всю схему, и все индивидуально. А подскажу, есть программа «Чудная автодата», есть «Алдата», есть программа, сейчас скажу, как она называется, у меня она тоже стоит, «Воркшоп», есть программа «Толеранс», есть программа «Нитчел», в общем-то, со схемами кучи полезных программ. Вот, поэтому я рекомендую, значит, к этому самому обратить внимание. В первую очередь есть закладка, то есть берем программу «Сову» и смотрим, что у нас, ну, берем элемент, допустим, надо какой-то датчик посмотреть, тыкаем в него два раза мышой. И вот, кстати, «Изитроники», да, «Изитроник» зовут, блин, я же вам сколько раз уже сам рекомендовал, и в «Вов» тоже есть схема, в общем-то, по сути, автодата-то, и, значит, смотрим, просто тыкаем в него мышой, там, допустим, если брать автодату два раза, и у нас выскакивает сам этот элемент, и видны его показания, то есть как его проверить сопротивление, какие на нем должны быть напряжения, что мерить надо вокруг. В общем-то, довольно полезно это в воркшопе. Ну да, в воркшопе с кем не очень много, если честно, ну, как бы, все равно есть некоторое количество. И бывает иногда, вот у меня, кажется, стоит толеранс, сейчас скажу, какого он года, подождите, подождите. А, вот еще и ВД Вольво у меня стоит, а вот еще так. Так, он у меня 2009 года, кажется, программа довольно старая на самом деле, да, но бывают иногда, привет, Саня, тоже, вот, но иногда бывают и полезные нюансы, иногда бывает нигде вообще, да, 2009 год, все верно, бывает, но бывают какие-то схемы, можно и там найти. Не согласен, иногда, иногда очень сильно помогает. Были машинки, которыми толеранс мне очень сильно помогал. ТИС для Опеля классно. Ну, в принципе, очень много довольно индивидуальных разных программ. Элиза та же, допустим, по ВАГам, ну и так далее, и тому подобное. Вот, что у нас еще, что у нас еще, задавайте вопросы, я на них готов отвечать. Значит, еще раз повторюсь, самые ключевые моменты. Напряжение проверяем под нагрузкой, это обязательно должно быть как дважды 2.18. Второе, что у нас, кстати, да, вот напишите, какие, вот здесь вот напишите сбоку, какие программы вы используете. Может быть, я где-то что-то сам упустил, может быть, сам что-то найду для себя новое интересное. Вот, ну, может быть, кто-то еще тоже узнает что-то интересное для себя. Вот, значит, а пока расскажу. Значит, обязательно в первую очередь все напряжения, всю работу проверяем под нагрузкой. По схеме непонятное, понятное дело, что не внутри схем, но там уже лазить, не по 5-вольтовым датчикам соваться. Значит, опорное напряжение, не опорное, рабочее напряжение все проверяем. А Митчелл я уже говорил, а Митчелл я уже говорил, так, Эльза, я говорил, автодата. Ну, все равно называйте, да. Кому-то еще будет полезно. Я думаю, что тоже очень полезно, что это напишите. Вот, и перебивать не буду, да, извините, пишите, какие там программы используются. Обязательно проверять под нагрузкой все напряжения, которые приходят на блоки управления, так далее и тому подобное. Значит, дальше предохранители проверяем всегда вынимая. Рылюхи проверяем не просто тоже тестером, а уже тоже вынимая обязательно. Значит, вроде бы все я сказал или что-то я забыл. Вроде все или что-то забыл. Ну, в общем-то, основное. Ну, понятное дело, если у нас где-то теряется напряжение, не спешим сразу лезть, приписывать блоки, приписывать рылюхи и так далее. Разбираем, смотрим, просто пропаиваем их жирным-жирным паяльником, советским, старым, добрым. Сейчас, кстати, тоже такие видео, значит, диппи на Жданиках, ну, это рынок у нас такой радиорынок есть, на разборках там продают старая барахолка. Так, теперь посмотрим. Мотор дата, кстати, да, вот про него я что-то даже как-то его упустил, я про него слышал, но себе, откровенно говоря, так и не поставил. Егеремовером не пользуюсь, к бесплатным программам я отношусь крайне скептически. Лучше я не сделаю вообще прошивку, обращусь к грамотному человеку, если сам удвинулся, я не найду, где что править или в Титаниуме. Вот, поэтому EGR-ремоверы, всякие там ДПФ-ремоверы и так далее, в общем-то, я к нему отношусь крайне скептически. 27-15, 28-29 серию читаю через Вирджины, а 27-ка у меня старый добрый программатор. В общем-то, 27-ка, откровенно говоря, у меня вообще забыл, когда-то подались в прошлый раз, это все было давно, и можно сказать, неправда. Вот, использую вместо них 28-ки, 29-ки, просто диповские, уже они с МДшки, если необходимо пропаять. А вообще лежит старый добрый программатор, лежит старая добрая ультрафиолетовая лампочка, хотя не доставал давно. Евгения Иеремия, честно сказать, не смотрю. Про него я услышал буквально недавно в нашем чате. Кстати, у нас вот там чат есть в Телеграме. Заходите, подписывайтесь. Думаю, многим там будет интересно. Найдете общий язык, если возникают какие-то вопросы, люди обычно подписываются, помогают. Вот, так, има ключ, так, Техдок Тойота, кстати, да, кстати, да, тоже не стоит, но программа сильная, когда-то стояла. Тойота в последнее время нечасто приезжают. Кстати, Техдок Тойота мне в свое время очень сильно помогла. Было на машинке одной Тойота Д4Д, этот мотор. Там, кстати, тоже вам расскажу, может быть, кому-то пригодится. Значит, перекидывали человеку мотор на одно СТО, и потом получилась картина. Значит, машина едет, не разгоняется вообще, нифига не тянет. Как только руля немножко крутанешь в бок, она таким ускорением, и потом все, перебирали мотор, там приписали все, что только может быть. А вот Техдок по Тойоте очень сильно помог в этом. А по нему было установлено, что перепутали две фишки. Значит, там одна стоит на усилителе руля, а одна стоит на поддув, который идет в турбины. И, в общем-то, эти две фишки перепутали. Вот такая вот была картина. И эта программа помогла. Привет, Ваня. В Молдове тоже. Так, Александр тоже привет. Расти Моторс, привет. Кстати, интересный канал тоже, хоть и молодой. Так, так что вот я думаю, может быть, кому-то пригодится. Кстати, была похожа в спринтере контора ситуация. Тоже перепутали тупо два датчика. Один на давление топлива было, один, второй, на что я, честно сказать, уже не вспомнил. Ну, в общем-то, я думаю, эта информация тоже кому-то пригодится. Обязательно всегда смотрите, какие куда приходят фишки одеты. Схемы в этом очень сильно помогают. Так, има ключ видит, лампочка тухнет, авто заводится и глохнет. Так, смотрите, по этому вопросу, ну, мы уже от темы, я так понял, немножко сегодняшнего стрима отклонились. Можете задавать и другие пока вопросы, я пока на них поотвечаю. Значит, смотрите, что у нас получается. Кроме того, что у нас, как я уже говорил, к этой теме мы отдельно вернемся. У нас есть ЕЦУ, так, мозги, то есть говоря по-русски. У нас есть и моблок, и ммо, да, от него у нас выходит уже кольцо, куда мы вставляем, собственно говоря, ключик, да, ну, рисую ключик, что-то такое. Что у нас происходит по факту? Значит, ну, има может быть, понятное дело, стоять, не обязательно има бокс отдельно стоять, может бы СИИ быть, может быть еще какой-то блок, это уже отдельная история. Что у нас происходит? У нас приходит сюда питание на мозги, да, то есть мы включаем зажигание, говоря по-русски, вот этим вот чудным ключом, вот такой вот у нас ключик. Значит, что у нас происходит? Мозги задают вопрос блоку иммобилайзера. Говорят, ну, мне можно заводить там то, что я хотел, или не совсем то, что я хотел, да? Иммобилайзер дает вопрос кольцу, вот здесь ключу, либо, может быть, блок, какой принимает ключа у нас с воздуха, откуда-то берет, не обязательно ключ должен быть в замок вставлен, да? В ключе у нас есть такая волшебная вещь, ключи трансподер, да? Значит, это трансподер, значит, у нас приходит от блока иммобилайзера вопрос к ключу. Это ты, это одной ты мой ключик, или какой-то левак в меня сунули? Трансподер говорит, да, это я, то есть все в порядке, я даю тебе разрешение. Иммобилайзер, соответственно, говорит тогда мозгам, да, все в порядке, давай, заводи, это все наши, левых тут нету. Значит, что у нас происходит? То, что у вас происходит запрос на ключ, лампочка, то, что говорите, значит, я уже давал, и видео есть по обзору этого оборудования у нас, значит, обычное кольцо дешевое китайское, я говорил его как самому сделать, в принципе, оно стоит копейки, так что это уже другой вариант. Значит, смотрите, у нас, получается, на иммобилайзер тоже приходит плюс, да? Ну, понятное дело, питание же есть. И иммор у нас уже дает запрос ключу спрашивать, ты мой или не мой. Ключ говорит, да, я твой, поэтому у нас лампочка мигает один раз. Имма у нас получила ответ от ключа. А вот в этом участке у нас уже как раз и проблема и получается. Либо, значит, у нас синхронизации нет иммобилайзера с моторным блоком, либо проблема будет здесь по привязке. Так же может быть, что на блок ЕЦУ банально, на блок управления двигателя, я уже не буду говорить, что он может быть неисправен и так далее, просто не будет питания приходить. У нас сюда не приходит питания, эти блоки с собой разговаривают, этот блок у нас не будет выходить, по сути, на диагностику, если на него питание не приходит, правильно? И, соответственно, не будут они общаться здесь, соответственно, машина не будет заводиться. Но так как у вас происходит картина, что машина все-таки заводится, я предполагаю, значит, питание все-таки на мозги приходит, правильно? Соответственно, либо у нас проблема будет здесь в проводке, это вариант номер один, и второй вариант, что у нас нет синхронизации между этими двумя блоками. Значит, это бывает в Мерседесах, BMW, очень часто в старых, во многих машинах это идет уже и в новых машинах. Значит, в старых, в Toyota, кстати, тоже в старых уже относительно довольно идет, но не буду перечислять, там большой список, куда стоит обращать внимание, куда, может, стоит и пропустить мимо ушей. Вот, все это индивидуально и все отдельно по каталогам. То есть у нас, получается, бывает PIN один раз, а бывает, например, как в Ford и, как я говорю уже в других машинах, in-out код, то есть он, значит, мозги задают им вопрос, им отвечает. И с каждым следующим включением зажигания у нас тупо этот код меняется и уходит в сторону. Бывает такое, что особенно когда проседает питание вот в этих Мерседесах, допустим, брать, из-за чего часто выходит стартерор. Я не говорю, что это постоянное стопроцентное решение, но самая частая проблема, что у нас один блок не выходит на связь, второй блок у нас выходит на связь и получается, что у одного... Ну, я совсем банально сейчас объясняю, чтобы было понятно. Если интересно, потом этот вопрос возьмем более глубоко. У нас у одного блока он перешел на следующий, получил от этого, сказал... То есть, допустим, этот блок ему сказал, вот тебе мой код. Этот блок, ну, не получил еще ответа. У одного он списался, у второго он не списался. И получается рассинхронизация блоков. Также это часто происходит у французов. Когда у них, например, в моторном или в БСИ блоке, ну, тоже уходит вот этот прописанный элемент. Бывает, если у французов брать там вопросики вместо ВИНа появляются, это просто тупо слетает вот эта часть E-Prom, которая отвечает именно за иммобилайзер. У нас, по сути, получается, что просто у блоков уползает синхронизация. То есть один блок остается на старом уровне, скажем так, если совсем по-простому, второй блок переходит на более новый уровень. И они не могут друг с другом снюхаться. То же самое, соответственно, если у нас один блок ушел в сторону куда-то, ну, или слетела, допустим, область E-Prom, либо какая-то другая область, чтобы они понимали друг друга и понимали, что один хочет от другого. В общем-то, вот такая картина. Так, я пока почитаю, что еще. Это вот, мистер Оскар, по вашему вопросу, почему лампочка может мигать нормально, а не заводиться. Ну, понятное дело, такая же картина у нас может быть не только из-за этой ситуации. Такая же картина у нас может быть из-за того, что насос в баке не додает топливо, из-за того, что регулятор давления у нас не держит дизеля. Это, в принципе, огромный очень список, из-за чего это может быть. Мы в данном случае просто затронули картину, если это все-таки связано как-то с иммобилайзерами. Ну, об этом мы сделаем еще отдельный видос. Я думаю, многим интересно будет, судя по голосованиям. Там у нас в этом самом сообществе, там вот сверху на канале, многие интересуются вопросами по иммобилайзерам, поэтому по этому поводу мы пройдем очень-очень плотно, очень плотно. Так, посмотрим для микрох. Так, это по некам у нас. По некам мы пройдемся. А, 3580 есть и промки? Неа. Честно скажу, я уже забыл, когда они были. Давно-давно-давно очень были. Можно сказать, что их не было у меня. Так, привет, Молдова, Ваня. Так, Алмата, привет. Да, сейчас я в Минске. Саня, да, в Минске сейчас нахожусь. Так, чем лучше... Отопители Мерседес до 10-го года читать? И может ли ланч активировать те же функции, что и стар? Спасибо. Нет, 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 нет. Ланч – это удивительный. Это классный прибор, который классно носить с собой в кармане. Но старо, конкретно, если брать по Мерседесам, он не переплюнет. Это однозначно. Всегда, 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 скажем так, если бы вот такой маленький сканировок, как ланч, был такой идеальный, такой классный, да, то нахрена было бы покупать столько других диагностических приборов, скажите мне. Это было бы абсолютно бесполезно. В общем-то, поэтому я говорил и буду говорить. Для общей диагностики мультитетрисы всякие подходят вполне хорошо, но для индивидуальной, конкретной, если надо что-то делать серьезное, мультитетрисы – не вариант, не вариант, не вариант. Допустим, была недавно Honda, ланч с хондами дружит, вообще классно. То есть оживляет, допустим, слетевшую вот эту синхронизацию, про которую только что рассказывал, просто на ура. А допустим, брать там 2005, 2003, 2000 годах он просто на ура синхрон восстанавливает. Но если брать, допустим, была Honda, одна тоже седьмого года, Jazz, обломился, обломился он, помогла X100, помог, HDS тоже мог это делать, но ланч искал великий облом. Поэтому, в общем-то, я считаю, что для каких-то индивидуальных вещей, допустим, опять же, Citroen и Peugeot восстанавливать синхрон, прописывать блоки, ключи прописывать, я сторонник использовать исключительно лексию. Лексию для Мерседеса, если надо сделать тоже синхрон, только старуха. Рено, если что-то серьезное, только клип. Ну, собственно, вот такая вот картина. Поэтому, допустим, если надо прошить коробку в том же баги, я не полезу туда ничем другим, а полезу исключительно вас 50-54. Поэтому, ну, есть какие-то, скажем так, моменты, которые можно делать универсально, но лучше делать тем, что для этого предназначено. Поэтому, в общем-то, как сказали в своевремя, фраза была, не буду говорить про какого оператора, да хрена всего, а не хрена толком. Вот так. Поэтому, в общем-то, то же самое касается и универсальных сканеров. Ну, сканер должен быть для конкретной работы, он должен быть индивидуальным. А для общей диагностики, конечно, да, подойдет что-то универсальное. Вот так. Про коншину можешь рассказать. Да, расскажу про коншину. У нас есть отдельная тема. Буду показывать также, что как пользоваться канализатором. Ну, по коншине пройдемся очень плотно. Так, чисто новые и промки. Чисто новые и промки покупаю на алике почти все. Ссылка тоже есть на канале. Там была распаковочка. И, в общем-то, можно зайти на наш форум. Там сверху есть не только на чат, а у нас там сайт еще есть и форум. Заходите. Там, в общем-то, есть ссылки. Да, они, в принципе, практически под каждым видосом. Я их выкладываю со временем. Появляются на проверенных китайцев. Китайцев, в смысле, я имел в виду. Никого не будем оскорблять. Поэтому, в общем-то, там и беру сам. Я показывал уже распечатки, проверяли микросхемки. Вот там, собственно, беру и также трансфодеров большинство. Вот 4C там не беру. По 4C у меня свой канал. Потому что они даже там слишком дорого рубят. Так что у нас еще... Саркана еще не сталкивался. Интересно, что за жизнь не сталкивался. Врать не буду. 6 лет назад русские авто по пальцам там пересчитал. Все ездят на иномарках. В основном это дизель. Нет, сейчас, скажу откровенно, все поменялось в Беларуси очень конкретно. У нас очень много газелей. Сейчас очень много лады. По ладе вообще очень сильно благодарен, что ее много начали привозить. Вас, особенно этот Веста, это вообще подарок. Гранты, это вообще подарок по слетающим иммобилайзерам. Это, ну, спасибо производителям. Спасибо, что вы пошли по следам французов. Вы даете нам работу. Не буду говорить ни про кого плохо, но догадаться поставить блок управления под радиатором салона, это, ну, надо быть богом творения автомобилизма, а заодно поставить блок БСИ и иммобилайзер, прямо, в общем-то, который находится под панелью, куда люди обычно телефон кладут, который звонит. Спасибо вам, производители Жигулей. Спасибо. Вот, за работу. Так. По газонам, по УАЗикам самая частая проблема, к сожалению, только диагностика по выездам. Цепь вернутся. Не буду говорить плохо, что у всех поголовно, но почему-то, почему-то три газона, которые в последнее время выезжал, первый год 60 тысяч еще не проехали, а цепь ГРМ, не ремень, а цепь. Цепь ГРМ порвала. Это вообще мегадикость. Ну, не знаю. В общем-то, это меня немножко удивило. Так, так что, в общем-то, очень много сейчас у нас и, скажем так, российского автопрома. Также у нас сейчас построили китайский завод, это Джили. Это вообще отдельный подарок. Не буду говорить, тоже плохо. Ну, в общем, тоже благодаря им есть много работы. Вот, был случай с 2110-26 мотором. На январе был другой машина, заводится и глохнет. Мы проверили все, что можно, решили поменять прошивку. И был удивлен, когда я вычислил содержимое. Да, помойка слетает, творится чудеса. Творится чудеса, особенно если делать, не знаю, как адаптация, оно просто все зачастую слетает к чертям собачьим. Вот так вот бывает. Лучший мультимарочник? Нет у меня лучшего мультимарочника, скажу откровенно. У меня из мультимарочников автоком, у меня из мультимарочников, это по легковым лексия, у меня из мультимарочников по легковым, ближе к советскому автопрому, это сканматик второй. Вот это у меня три мультимарочника, которые я постоянно с собой таскаю. Также может быть, также может быть, также может быть, да, наверное, и все. Мультимарочники. Но по грузовому у меня еще мексик однозначно тоже должен быть с собой, потому что, в общем-то, по грузовым он творит чудеса. Вот, по грузовым также автодата помогает. Автоком, автоком, извините, неверно сказал. Делфи, она же, она же Вов. Заметил, кстати, Вов иногда не совсем ровно читает. Допустим, если брать маны, то Вов читает хуже, чем Делфи, но Делфи читает лучше, чем автодата, автоком. А вот, ну, с Вовом, опять же, там есть нюансы по манам. Если, допустим, нас автобусу, надо его читать, как обычную грузовую. Вот такая вот картина. Как грузовая, даже этот блок выбираешь, она тебя посылает. Вот такая картина. Это вот по мультимарочникам. Дальше продолжим. Привет, пол-осемнадцатого года. Чем привязать панель? Поэтому мы будем говорить отдельно по этим машинкам, по полам вообще творятся чудеса, особенно российской сборки. Ай-яй-яй, вообще чудеса, чудеса. Так, дальше не подскажете, хотим ставить Starline A91. Я скажу откровенно, по сигналкам я нифига не консультант, поэтому по сигналкам меня, наверное, даже я бы не советовал спрашивать. Я к Starline отношусь, может быть, немножко предвзято, потому что, когда произошла картина такая, когда в России подскочил, ну, рубль упал, доллар, подскочил, наш туда, в общем-то, белорусы ломанулись, скупать все допиленные машинки. И скажу откровенно, по тому периоду времени половина машин, которые, ну, понятное дело, россияне нормальные машины не продавали, отдавали в основном упилки одни, вот, которые притаскивали, если машина не заводилась, то в первую очередь смотрел, стоит ли Starline. Если Starline стояла, машина в 90% случаев заводилась и уезжала. Поэтому к Starline, может быть, это совпадение, может быть, что-то еще, но я к Starline отношусь крайне предвзято. Поэтому мое мнение, наверное, не слушайте по сигнализациям. Я вас в верном направлении не уверен, что отправлю. Поэтому запись эфира, думаю, да, сохранится. По полу будет отдельный видос. Я думаю, будет отдельный видос. Мы пройдемся по багам, потому что есть куча нюансов касаемо, значит, Volkswagen, Audi, Skoda, Seata, вот, которые идут на криптах. Ну, это уже отдельная история. Об этом мы поговорим отдельно. Вот, как с щитной епрома в редакторе Hex распознать има. Мудренный вопрос, мудренный вопрос. Не все так быстро, не все так просто. Если все было так просто, это делали все подряд бы, отключали иммобилайзеры. Не все так просто, не обязательно имя в епроме и так далее. Вот, сигналок фараон. Также есть сигнал, как ЭГБ, тоже упиленное в свое время. Не буду говорить про сигнализации, про сигналки. Я не специалист в моем понимании. Сигналку проще выкинуть, чем, 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 в общем-то, убедиться. Хотя, вот, самая интересная картина. Была недавно гранта, буквально на днях меня позвали, тоже глохло, правда, не измобилайзер, угол, среди дачи каленвала. Начали смотреть сигналка Starline. Я вот тоже предвзято к ней отнесся, начал ковыряться, пытаться ее удалить. Сразу оказалось, что она не виновата. Оказалось, дело все в проводочке, а сигналка была совершенно не виновата. Вот, там даже концы были обрезаны, которые туда шли. В общем-то, поэтому, то, что я предвзято относился к Starline, и до сих пор отношусь, сыграло со мной злую шутку. Starline был абсолютно ни при чем, и я его абсолютно зазря приговорил в той машине. Вот такая вот картина. Так, 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 так. По Starline спрашивал человек за чип-ключа. Не подскажу, не подскажу. Микроскоп, микроскоп есть. Сразу скажу, долго пользовался, некоторое время, скажем так, пользовался электронным микроскопом. Электронный микроскоп я крайне не советую использовать. Почему? В обычной микроскоп копия мы видим отлично, рука двигается, даже доля секунды, там все у нас увеличено, мы в обычной микроскопе это видим. А если микроскоп электронный, даже в основном с глазами, на монитор его и так далее, типа большой, типа классно. На самом деле, очень маленькая доля секунды, если идет очень серьезная какая-то пайка, 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 пайка пивода, я вижу уже шутки пошли, про пайку и про это самое, про бухло, вот, ну, паяние, скажем так, вот эта пайка идет у нас, очень серьезная, малейшая доля, малейший рывок, руки не в ту сторону, собственно, с паяем, они и кромку, и что-то серьезное, то электронный микроскоп, полная дрова, ни в коем случае не рекомендую использовать для этих целей. А то, что, в общем-то, электронный микроскоп достаточно этой штуки на голову, которую я показывал, и увеличилки, которые эти две вещи использовали, они нет, выше крыши. Если просто, конечно, надо паять, этого зачастую не хватает, понятное дело, не вчера родился, уже и зрение не лучше, поэтому, в общем-то, используя микроскоп. Есть советский МБР, старый классический, единичка есть, сейчас, хотя он и примитивный, МБР5, МБР7, старый, добрый, в общем-то, они намного лучше, чем всякая, скажем так, электронная микроскопщина, но, опять же, как я уже говорил ранее, есть свои нюансы, вот, не всегда они нужны, и все время работать с микроскопом, опять же, не сильно полезны для здоровья. Так, вот, это по микроскопам, что его приговаривать, то, скрутил два провода вместе от насоса, релюшку, провода кинул, и пусть сработает Сестра Лайн дальше. Ну, может быть так, конечно, главное найти, просто, что он блокирует. Самая частая, простая процедура удаления сигнализации, это, в общем-то, найти, открыть схему сигналки, посмотреть, что она тупо блокирует, и там, в том реле, где она стоит, просто перемкнуть два провода, которые она размыкает. Понятное дело, главное, чтобы не ревела. Вот, я вижу, немножко вопросы у нас на сегодня заканчиваются, час стрима уже провели, прошу сразу извинения, что сначала немножко говорил быстро, хотелось побольше информации вам дать, полезные. Вот, стримы у нас будут теперь идти, как я и говорил, по средам, вчера я просто был в театре, вот, поэтому стрима вчера у нас не было. В сообщество заглядывайте у нас на канале, там я буду писать, если стримы будут переноситься, либо что-то еще. Также буду благодарен за всякие полезные донаты, там вот доллар нарисован, кто не успел, сразу нажать копеечку и кинуть в донат, снизу ссылочка на кошелечек, тоже можете благодарить. Чем больше увижу благодарности, спасибо репостов и всего прочего, тем больше, понятное дело, буду видеть, что это интересно и буду, в общем-то, с вами делиться полезностями. Кстати, вот вопросы, интересно, что вопрос принялось некогда. А, так вот, видео посмотрели, внизу пишите вопросы, будут темы как раз для стреляющих стримов. Я думаю, многим это понравится, вот, поэтому, поэтому на этом будем, я же говорю, еще раз заканчивать. подписывайтесь на канал, ставьте лайк, благодарностям, донатам тоже буду благодарен премного. Заходите в телеграмм в нашу группу, заходите на форум к нам, заходите на сайт, на сайте может быть ценного ничего нет, все видео здесь и так присутствует. Вот, там на форуме может быть только ссылочки полезные, ну и так народ общается, тоже не часто, правда, нажимайте лайк, внизу я говорю, еще раз в комментах пишите, какие темы хотите видеть на стримах, если эту запись смотрите, записи уже тоже, задавайте свои какие-то вопросы внизу, вот, что еще сказать, до скорых встреч, всем был очень рад, всем был очень рад, что посетили меня, писали здесь, спрашивали за активность, большой всем спасибо, всем до скорых встреч, пока-пока. О, так, опа, о, чик, чик, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok